В этих многочисленных мешках, коробках и пакетах вещи, принесенные прихожанами Свято-Троицкого храма. Они выстираны, выглажены и бережно упакованы сёстрами милосердия. Полдневая – одно из отдалённых сел города. Сюда приезжают минимум раз в месяц, чтобы помочь нуждающимся семьям. Помогают не только многосемейным, больным. Привозят памперсы, салфетки, пелёнки. Если кто обращается, просят, мы, конечно, им очень благодарны. В преддверии 1 сентября сёстры из службы милосердия привезли в Полдневской приход школьные вещи. Некоторые совсем новые. А также канцелярские наборы, чтобы помочь нуждающимся семьям подготовить детей к началу учебного года. А это для семьи, у которой девочка пошла в первый класс. Мы собрали всё согласно списку и даже приготовили вот такой вот сюрприз, чтобы девочке было приятно. Пожалуйста, приезжайте. Домное спасибо. Она будет очень благодарна, потому что семья очень нуждающаяся. Спасибо большое. В этом году в службу милосердия, что создано при Свято-Троицком храме, обратилось 12 полевских семей с просьбой помочь подготовить детишек к началу учебного года. Неравнодушные полевчане откликнулись, стали приносить вещи. Оперативно была создана акция «Собери ребёнка в школу». Благодаря ей удалось собрать необходимые канцелярские принадлежности. Часть наборов мы привезли сюда, в село Полдневая, и оставшиеся у нас находятся в нашем храме, куда приходят эти семьи за этими наборами. За каждую принесённую вещь, за каждый купленный карандашик служба милосердия благодарит неравнодушных полевчан и обращается с огромной просьбой внимательно выбирать одежду, которую хочется отдать на благое дело. Волонтёры службы на весь золото. Приходится тратить много времени, чтобы сортировать принесённые вещи. Если вы хотите подарить вещам новую жизнь, то можно сделать несколько простых действий. Во-первых, постирать одежду, положить её в пакетах и принести к нам, доставить в центр. Одежда не должна требовать ремонта. Она должна быть без пятен, без катышков, с пуговицами и с замками. Обувь на каблуках мы тоже не принимаем, на высоких каблуках. Она у нас не востребована. И когда вы подготовите одежду, которую бы вы хотели принести к нам в гуманитарный центр, посмотрите на неё ещё раз и определитесь, хотели бы вы такую одежду подарить своим близким или знакомым. И если всё совпадает, то мы очень рады принять такие вещи в нашем гуманитарном центре. Впереди осень, а значит, нуждающимся семьям необходимо будут тёплые вещи. Кроме этого, в Полевском есть мамочки, которым нужны детские принадлежности, памперсы с 4 до 14 килограмм, питание, порошок, влажные салфетки. Их можно принести в вагончик, что находится на территории Свято-Троицкого храма, во вторник или четверг с 10 до 13 часов. Ольга Демьянец, Алексей Карипанов, Новости 11 канала. Алексей Карипанов, Новости 11 канала. Алексей Карипанов, Новости 11 канала. Продолжение следует...